мир божий братья сестры брат владимир канал любящий истину сегодня поговорим на тему почему бог позволяет дьяволу творить зло сразу же хочу сказать что я думаю вы понимаете и не буду много говорите по этому поводу что конечно же не бог творит зло но конечно же бог имеет власть остановить зло остановить дьявола и имеет власть и силу вот дать определенную свободу действий и поэтому часть христиан не говорю уже о мирских людях они не понимают бога они считают что если бог любящий как же существует зло и даже некоторые христиане они не всегда понимают как же так например особенно мы особенно мы видим в ветхом завете происходит убийство и это идет даже война по повелению господа как же это все понимать бог добр но он разрешает он разрешает дьяволу творить зло имея при этом власть остановить зло но хочу прежде всего сказать братья сестры что вы понимали что мы не имеем права поскольку мы являемся творениями а бог творец кроме того бог он имеет абсолютную власть абсолютные права и мы не имеем права я хочу чтобы христиане никогда не разрешали себе ропот против бога какие-то претензии против бога если что-то мы не понимаем мы должны смиренно это исполнять и просить мы имеем только право просить умолять господа чтобы господь дал нам понимание но даже если мы не имеем это понимание мы должны смиренно без ропота без претензий без каких-то сомнений направленных против бога мы не имеем права это себе разрешать это это себе позволять братья сестры еще раз говорю по простому праву потому что бог является нашим творцом а мы творение потому что он имеет абсолютную власть абсолютные права и он все держит в руках своих а не мы вы помните когда господь горил и ову и он горил что а ты знаешь откуда солнце выходит и куда она уходит где она прятается и так далее и так далее то есть целый ряд таких важных моментов почему тогда человек ты желаешь иногда спорить с богом поэтому еще раз запомните никогда нельзя произносить ропота против бога и приявлять какие-то претензии бог и мы должны это и так понимать и это открывает дух святой братья сестры что я сказал вам только что но крови того мы читаем и так кого хочет милует а кого хочет ожесточает ты скажешь мне за что еще обвиняет ибо кто противостанет воле его а ты кто человек что споришь с богом изделие скажет ли сделавшему его зачем ты меня так сделал не властен ли горшечник над глиной чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного потребления а другой для низкого то есть апостол павел отчетливо горит что мы не имеем права глина не имеет права предъявлять претензии горшечнику и это как в математике аксиома с этим нужно смириться и хочу чтобы вы понимали братья сестры что господь он мыслит он мыслит масштабно он мыслит в масштабах вечности в масштабах своих возможностей а мы иногда рассуждаем и пытаемся понять бога своим достаточно таким узким пониманием приземленным человеческим и надо попытаться мыслить опять таки духовно чтобы хотя бы приблизиться может и понять целый ряд сложных вопросов в том числе и этот и достаточно хорошо мы сможем понять если разберем место списания которые вам зачитай иова первая глава давайте хорошенько проанализируем вот эти стихи где именно показана некий разговор может даже сказать спор дьявола с господом и был день когда пришли сыны божии предстать пред господа между ними пришел и сатана и сказал господь сатане откуда ты пришел и отвечал сатана господу и сказал я ходил по земле и обошел ее сказал господь сатане обратил ли ты внимание твое на раба моего иова ибо нет такого как он на земле человек непорочный справедливый богобоязненный и удаляющийся от зла и отвечал сатана господа сказал разве даром богобоязнен иов не ты ли кругом оградил его и дом его все что у него дело рук его ты благословил и стада его распространяется по земле но простри руку твою и коснись всего что у него благословит ли он тебя и сказал господь сатане вот все что у него в руке твоей только на него не простирай руки твоей и отошел сатана от лица господня то есть мы отчетливо видим братья сестры разрешено было богом сатане на вредить и о праведному мужу божьему почему изначально как бы бог не уничтожил дьявола или не отправил его в гиену огненную что и будет как мы читаем слою божьим в конечном итоги а дьявол прещающих ввержен в озеро огненное серое где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков дьявол изначально это был один из самых прекрасных и величественных ангелов дениц сын зари мы понимаем что сотворение его было еще до сотворения человека и он находился в прямой близости с богом конечно же братья сестры если мы понимаем что богу важен человек и дорог человек мы читаем в слове божьем что он отдал и сына своего единородного чтобы те кто примут его жертву уверуют в него могли спастись своего сына отдал на мучение на распятие заради человека но как вы думаете прежде всего до человека создан был созданы были ангелы и один из самых прекрасных ангелов это был деница жалко господу деница да братья сестры конечно же конечно же ему жалко тоже и этого творения но мы не находим в слове божьем что ангелы в частности дьявол и те ангелы которые пошли за ним будут иметь возможность покаяния почему потому что они были вблизи с богом они не оказались жертвами как оказались жертвами его и адам поэтому человеку дана возможность еще покаяться но бог хочет показать что не только сильный бог что не только правит сила но что он бог любящий бог справедливый и вот здесь идет определенный некий спор дьявол говорит очень можно так сказать практично то есть у Иова есть выгода конкретная и все решается в этом мире из-за страха и из-за выгоды ты его охраняешь он тебя благословляет он тебя прославляет но если ты будешь не благословлять его то ты увидишь что ничего не останется более и он будет возможно даже проклинать тебя или по крайней мере роптать может даже своего рода взбунтуется а Господь хочет показать что кроме страха кроме власти кроме силы еще существует любовь существует уважение и что даже когда Иову потому что он праведный муж ему будет тяжело он все равно не откажется от Бога он все равно не будет идти против Бога и вот этот спор возник братья и сестры когда мы читаем Иова книгу Иова но изначально то что Иову начал говорить о том что Господь хочет показать что Он является Его сила не только буквальной силе власти но что Он Бог любящий Бог справедливый и что важны вот эти качества вот эти принципы законы духовные дьявол уже смотрит еще раз говорю очень как бы практично с позиции корости власть сила выгода вот что является важным все остальное как бы да как в народе говорят сентиментальности это не важно может даже сказать это не нужно и я знаю вот свидетельства людей которые стали христианами но они были сатанистами или колдунами то они говорили что действительно можно так сказать в царстве дьявола все построено на страхе власти бесы боятся дьявола и они ему через это во многом послушны они имеют сатанисты определенные также люди которые продали дьяволу души свои имеют определенные выгоды например земные блага некоторые такой своего рода как бы договор происходит то есть все построено как бы на взаимной выгоде на взаимной корости и здесь ни при чем так доброта любовь справедливость и так далее бог же хочет показать и с одной стороны он знает что дьяволу не будет прощения как мы прочитали что придет время приблизительно семь тысяч лет после сотворения человека и он как дьявол сатана как и лжепророки антихрист будет брошен в озеро огненное и серое но этих скажем так семь тысяч лет а еще до этого было сотворение может и более сотворение сотворение ангелов идет свое рода конечно же как бы такая ну возможность еще не мучиться в гене огненной но даже как бы главное здесь то что бог хочет показать что он является богом справедливым и вот я буду продолжать читать что произошло после спора дьявола с господом и был день когда сыновья его и дочери его ели и вино пили в доме первородного брата своего и вот приходит вестник его и говорит волы орали ослицы паслись подле них как напали севияне и взяли их и отроков поразили острием меча а спасся только я один чтобы возвестить тебе еще он горил как приходит другой и скажет огонь божий упал с неба и опалил овец и отроков и пожрал их и спасся только я один чтобы возвестить тебе еще он горил как приходит другой и скажет халдеи расположились с тремя отрядами и бросились на верблюдов и взяли их а отроков поразили острием меча спасся только я один чтобы возвестить тебе еще этот горил приходит другой и скажет сыновья твои и дочери твои ели и вино пили в доме первородного брата своего и вот большой ветер перешел от пустыни охватил 4 угла дома и дом упал на отроков и они умерли и спасся только я один чтобы возвестить тебе то есть мы видим действительно просто ужасное бедствие произошло в жизни Иова смерть детей и потеря можно сказать его имущество конечно конечно же никому не желая такого и бог не дает сверх сил и я думаю не каждый мог бы выдержать такой удар я знаю что как люди опускаются даже когда идет смерть кого-то одного из детей а здесь все полностью умерли дети погибли это просто конечно же ужасно то есть дьявол совершил свою работу он навредил очень серьезно навредил Иову его семьи но как было сказано что господь не разрешил коснуться Иова самого чтобы Иов не умерел не умер мы знаем что после этого братья и сестры после этого все равно вот Иов не отказался от Господа Господь дал Господь взял да будет благословенно благословенно имя Господне то есть он показал что даже когда он потерял и такой мощный удар произошел он все равно не отказался от Бога и показал что он уважает любит Бога принимает его именно за своего Господа и это уже шло вразрез тому пониманию что горел сатана что фактически есть есть только власть сила и выгода все остальное как бы это сантименты это все пустое это все глупость вот мы читаем далее был день когда пришли сыны предстать пред господа между ними пришел сатана предстать пред господа сказал господь и и и он в и и и и и и И отошёл сатана от лица Господня и поразил Иова проказы лютые от подошвы, ноги его по самой теме его». Но мы знаем, что Иов дальше продолжал быть твёрд и богобоязнен. Даже после того, как была лютая проказа, он дальше благословлял Господа. И опять-таки сатана проиграл в этом, можно сказать, споре. Ну а, конечно же, мы можем подумать о том, что спорт-то выигран, но какой ценой? Я ещё раз говорю вам, братья и сёстры, Бог является справедливым. И вы знаете, что после того, как Иов оказался, проявил твёрдость, Бог ему вернул и здоровье, и богатство, и дети родились ещё другие. И скажу более того, я думаю, что мы увидим Иова на небесах, в раю. И не только его, но я думаю, что спасутся у него, и он будет иметь радость не только 10 детей, которые уже родились после того, как он прошёл вот это испытание, но 20 детей. И если мыслить в масштабах вечности, то он намного больше получил благословений, нежели ударов. Кроме того, Бог не даёт сверхсил, и он видел, что это такой человек, который сможет устоять, он сможет выдержать такой удар. И что существует любовь, существует справедливость. Почему Бог позволяет дьяволу творить зло? Во-первых, это делается, ещё раз говорю, только на определённое время. Даже если берём приблизительно 7 тысяч лет, для вечности это совсем небольшой срок. Кроме того, поймите, Бог показывает, что Он является не только Богом сильным, но Богом справедливым, Богом премудрым, любящим. И вот то, что допущено было вот эти годы, когда происходило и происходит вот это зло до определённого времени, придёт время, когда всё станет на свои места. Кто следовал за дьяволом, будет в гиене огненной. Кто следовал за Богом, будет иметь вечную радость, вечную жизнь. И навсегда этот спор, этому спору будет поставлен конец. Потому что Бог будет указывать, это будет, я уверен, и записано. И кроме того, мы понимаем, что будут вечные мучения. И любые попытки уже после этого пойти против Бога будут сразу же пресекаться. Что касается человека, то человек прошёл испытание. И кто оказался верен, я уверен, что уже никогда никто из людей не поступит, как поступил сатана, и не будет идти против Бога. То есть Бог однажды допустил вот это, чтобы на вот этих, скажем так, несколько тысяч лет допустил вот эти страдания, вот эти трудности, допустил вот это зло, чтобы навсегда, на миллиарды, миллиарды, миллиарды лет мир находился в гармонии, и всякие попытки или мысли опять поступить, как поступил дьявол. Можете посмотреть тоже проповедь на этом канале, как возник грех, как возникло зло. они будут, если мы понимаем, что потенциально такая возможность ещё может быть, если не со стороны людей, то со стороны ангелов, то будет указано, и сразу это всё будет пресекаться. И это потому, что будет указано, вот когда-то один из самых сильных, самых прекрасных ангелов пошёл против Бога. И что с этого произошло? Беда, ужасы, дисгармония. И где они оказались? И что они натворили? Поэтому сразу будут пресекаться всякие такие попытки, если, ещё раз говорю, потенциально это может возникнуть. Кроме того, этот урок может уже так научить, потому что всё это будут, все вот эти события в курсе и люди, в курсе и ангелы. Этот урок навсегда может уже научить, и даже никогда не будет уже такого бунта, как произошёл со стороны сатаны. Но ещё раз говорю, даже если потенциально мы понимаем, что может такое возникнуть, то будет указано вот тот, кто был один из самых сильных, самых прекрасных ангелов, творений. Один из самых прекрасных творений. Он пошёл против Бога, и это привело к ужасным последствиям и для Него лично, и для мира. Поэтому больше, больше Бог не будет позволять этому осуществиться. Но при этом будет показано, что Бог не только так делает и отправил в гиену дьявола, потому что он силён, а потому что он, кроме того, что он имеет власть, он имеет силу, он ещё и справедливый Бог и премудрый Бог. И что он действительно так, как он делает, вот ту гармонию, которую он создал, это является совершенством, это является самым сильным, самым прекрасным. И никакое творение не может создать что-то лучшее, и никакое творение не имеет права, а даже если бы вот как дано некоторое право дьяволу, то есть даже не сколько права, сколько просто не сразу он был наказан, чтобы навсегда, на века зло могло, ещё раз говорю, вот даже вот эти, тоже попытаемся хоть чуть-чуть мыслить тоже глобально в объёмах, скажем так, вечности, что несколько тысяч лет это мизер на фоне того, что вечность, миллиарды, миллиарды, миллиарды лет будут уже без всякого зла, но при этом будут сохранены вот эти принципы, братья и сёстры, не только принцип, что всё решает сила иллой, власть, а что нами правит Творец, который является не только самым сильным, имеет самую большую власть, но он самый мудрый, он самый справедливый, он любящий. И услышал я ангела вот, который горел, праведен ты, Господи, который есть и был и свят, потому что так судил, то есть праведен, справедлив ты, Господь. Бог этим показывает, что он справедливый Бог, и что он не только более силён тем, что он имеет больше буквальной власти и силы, и он может поразить дьявола, а сила его ещё и в том, что он справедлив, он мудр, и то, что он сотворил, это намного совершеннее, это абсолютное совершенство на фоне того, что попытался сотворить дьявол своё царство и то, что он наделал на земле и не только. А что касается человека, мы читаем, но Авраам сказал, чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твоё в жизни твои, а Лазарь злой, ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. То есть человек, который понесёт трудности здесь, но понесёт их достойно, он будет иметь намного-намного превосходящее вознаграждение на небесах. И если брать вечности, то получается, что Господь и здесь показывает большущую свою любовь и справедливость, потому что он попускает некоторые даже трудности, которые мы переносим. Но потом, если мы переносим их достойно, мы имеем намного больше, намного лучше, братья-сёстры, то есть в объёмах и вечности мы получаем намного больше радости за те трудности, которые мы перенесли. То есть милость переносится над судом. Ты получил доброе здесь жизни и поступал грешно, богач, а ты, лазерь, бедно и понятно, что праведно поступал, поэтому ты утешайся, в вечности утешайся, а ты вот эти временные свои какие-то радости, преимущества поменял на вечность. Ты получил уже своё, а здесь будешь мучиться. Здесь вот свобода выбора, здесь тоже в этом справедливость. И ещё увидел я мёртвых, малых, великих, стоящих пред Богом и книги раскрыты были. Иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мёртвые по написанным в книгах сообразно с делами своими. Сообразно с делами своими. То есть то, что мы несём, братья, сёстры, некие трудности, но переносим их достойно, мы будем за это вознаграждены. Намного больше, можно так сказать, что мы понесли намного меньше, чем мы получим за это вознаграждение. И в этом опять-таки справедливость Бога. И мы тогда лучше поймём, во-первых, ещё раз хочу напомнить, никогда не ропщите, не предельайте претензии Богу. Это просто запрет, табу, полнейшее. Потому что Бог является Творцом, Он является Богом, Он является горшочником, а мы глина. но даже чтобы мы могли и понять Бога, то, ещё раз говорю, Бог справедлив, и судим каждый по делам своим. Но насколько справедлив, что справедливость даже как бы с любовью, потому что если брать в чистом виде справедливость, то получается, что что мы понесли, 70 лет, например, жизни мы жили трудно, 70 лет радости. Нет, за 70 лет трудностей мы будем иметь вечную жизнь, если, конечно, мы будем поступать праведно, будучи на земле, и сделаем выбор в сторону Бога, поймите, братья и сёстры. Поэтому, если мыслить в масштабах вечности, мы не можем сказать, что как бы Господь допускает зло, Он как бы как играется людьми, нет, Он действительно является, хотя не я должен подтверждать это, понимаете, но чтобы как бы вы не только смирились перед Богом, но могли и лучше понять, поэтому отчётливо мы видим, что Бог действительно, Он справедлив, но если мы будем смотреть не узко, а в масштабах вечности, даже справедливость, ещё раз говорю, с любовью, за трудности, которые, может, и немалые, но они кратковременные, будет вечная жизнь, вечное блаженство, опять-таки, если мы выберем сторону Бога и будем достойно переносить вот эти трудности. Поэтому чудный наш Бог, сильный, имеющий власть, но любящий, справедливый и премудрый. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...